Акцент. Насколько акцентирована лайт-версия, потому что мы работаем для двух групп клиентов. Я позволю себе сделать один такой пример. В свое время мне пришлось участвовать в разработке одного буклета. В рамках работы стратегического развития для одной из компаний мы разрабатывали буклет. Это был буклет по спортивным тренажерам. И у спортивных тренажеров на тот момент было две группы потребителей. Значит, какие это группы? Первая группа профессиональная. Это специалисты по бодибилдингу, которые достаточно хорошо разбирались в тренажерах и вели определенные группы. Вторая группа клиентов, я назову ее коммерческой, которые в тренажерах ни черта не понимали и их интересовало открыть качалку и стричь с нее банки. Представили себе две аудитории. И те и другие могут быть покупателями тренажеров. Значит, что мы сделали в буклете? Значит, буклет, ну, аннотация состояла как бы из двух половин, причем это не было очевидно видно. То есть, вернее, как, это было два разных текста. Значит, текст начинался с обычных приветствий и дальше следовало. Благодаря там оснащению наших тренажеров вы можете оснастить ваши залы. Да, значит, наша комплектация предусматривает типовые варианты для залов различных оборотов, да, значит, с указанием пропускной способности. Таким образом вы можете легко оснастить интересующие вас площади и посчитать коммерческую выгоду. На кого это рассчитан текст? Да, для коммерсантов, да, которых, собственно, не интересует, что такое эксцентрик, да, не интересует, что такое, там, этот, господи, бутерфляй-тренажер, да, который не вникает в эти детали, что такое тефлоновые втулки, капролоктан, для него все это неинтересно, ему интересно, сколько он капусты насрежет, да. Значит, мы ему показываем, с нами работает нормально, у нас есть типовые решения, да, кроме, значит, кроме того мы написали дальше, тренажеры сертифицированы в Атвийском институте травматологии. Кстати, это было действительно так, да, значит, таким образом, какая еще информация? Тренажеры нормальные, без проблем, да, то есть тебе не грозит, что тебя потом пристегнут, что это за тренажеры, что это за левак-продукция, да, то есть ты имеешь дело с нормальными ребятами. Ну, дальше шел текст, в конструкции предосмотра, для того, чтобы там избежать таких-то, таких-то явлений, предусмотрены такие-то, такие-то ходы, такие-то, такие-то узлы выполнены с применением таких-то, таких-то материалов, что исключает то-то, 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 то-то. Для кого это написано? Для профи, которые первую часть пропустят, да, но будут читать внимательно, а что за тренажер-то в конструкции? Ага, а вот там мы включили те элементы, которые для профи говорят многое. И вопрос, наши прайс-листы, с которыми ходят наши ребята по городам и весям необъятной России, насколько в них отражены две покупательские группы? Одни лайт-юзеры, другие проще. Перечень сверху, донесу, все, что предлагают. А с самого большого до самого... Понятно. Ответ есть? Ну, есть листовочки отдельные, как бы, пакет оптимальный, пакет нормальный. Замечательно. Просто, судя по всему, клиенты об этом не в курсе, да? Я к тому, что... Важная задача... А здесь, судя по всему, не перейдет банер телефонного... Да нет. Я уже часто не помню, что они показывали, но я понимаю, что он очень большая и очень большая цифра, и кто-то у нас такой программный... Ну, понимаете, дело же не в том, да? Дело, скорее всего, изучив документ, мы можем говорить о вероятности даже без, потому что, возможно, к вам ходил неопытный человек, мы можем допустить, почему что-то не так. Но дело в том, что... Может, просто начать с того, что, может, вы наши ходили, у нас 20 лет 20 штук. О, отлично. Так вот, вопрос не в том. Вопрос в том, что важное свойство прайс-листа или буклета, он должен продавать без продавца. И, понимаете, когда приходит Иоанн Златоуст и сладко поет, потом он уставляет бумагу, где сверху донизу все расписано, но это все расписано, скорее всего, названием пакетов и цены, дальше, видимо, я должен запомнить пение вашего Иоанна Златоуста и совместить это с оставленной мной бумагой. То есть я должен произвести достаточно интересную интеграцию системную. Вопрос, насколько клиента напрягает отсутствие вашей программы, чтобы он занимался подобными мозговыми эквилибристиками. Вообще, это задачка на любителя, я бы вам сказал. Понимаете, поэтому я почему-то посоветую изучить. Представьте себе, что вам дали, вы не знаете ничего о продукте, попробуйте его прочитать чужими глазами. Или попробуйте подбросить парой-тройки знакомых, которые тоже с продуктом не работают. Какое впечатление? Понятно ли им по прайс-листу, какие у них есть возможности? Или там есть перечень названий, типа пакет профессионал, пакет юрист, рядом стоят цены. Об остальном, видимо, я должен догадаться сам. Вот в чем проблема. Поэтому ваши прайсы, ваши листочки, они должны интегрированы быть объединены с тем, что знаете вы. У меня сейчас косвенно сложилось впечатление, что то, что знаете вы, намного больше интереснее, чем то, что у вас там написано. А вы должны с помощью этих бумаг исключить действия продавца злономеренной, или по крайней мере его нейтрализовать. Потому что не должны расходиться слова с текстом. Значит, если человек что-то отговорил, то в том, что он оставил на столе у клиента, должно быть четкое системное подтверждение того, что он говорил. В противном случае, простите, необходимо продираться сквозь то, что там написано. А вот это неправильно. Ну, я не говорю, что это приведет полностью к лаэльности клиентов. Мы сейчас так комплексно заходим на тему. И третий вопрос. Гибкость по цене. И тут он вознесет, что либо вы берете модель конкурентов за основу и гнетесь так же. Либо вы для себя не рассматриваете сегмент чувствительный к цене, как ваш. Да, и в принципе, когда вас оттуда начнут кусать, вы готовы его отдать. А у вас выбрали. Вы не можете конкурировать в зоне низких цен, не предоставляя такие же скидки. То есть, если ваши клиенты чувствительны к цене, а еще один путь, если вы позволите, вот этот. Это увеличивает ценность сотрудничества. Ну, цена, когда маленькая, да, или большая, да, цена сама по себе ничего не значит. Да, цена всегда сопоставима с тем, что за нее предлагают. И когда человек не видит разницы, то, простите, работает принцип ДОСИ. Если нет разницы, зачем платить больше. Да, если ваши клиенты не видят разницы, они выбирают дешевый продукт. Кто им должен создать разницу? Ваши сайты. Ваши буклеты. Да, ваше описание. Ну, поэтому, скорее всего, ну, в первом приближении напрашиваются три хода. Да, это структура, методика продажи и изучение внимательных документов, которыми эта продажа сопровождается. Ну, а переходят ли они к грань телефонных переговоров, да? Это, опять же, мы говорим о управлении продажами. То есть, не они должны решать, как им продавать, а вы должны требовать с них выполнения тех методик продажи, которые вы считаете наилучшими. Если вы считаете, что продавать по телефону неправильно, а по телефону надо продавать встречу, и продажа должна осуществляться на встрече, то они... Это как бы, а что это все делается? А что они делаются тогда? Почему же не уходят собаки? Вот ведь загадка-то. Все делается, клиенты уходят. Что же не делается? Ваша версия. Может быть, действительно, проблема сервиса. Может быть, люди просто привыкли и действительно, вот, послоятый клиент и лояльный клиент, это не знака. Абсолютно. Абсолютно. Да. Может быть, и там, да. Скорее всего, по практике, уж извините, редко в компании посередине торчит огромный ржавый гвоздь, который компания не замечает, приходит умный дядя со стороны и тыкает в него пальцы. Как правило, опять повторяю, дело утаится в деталях, скорее всего, там комплексная проблема. Я бы на вашем месте уж, простите, так говорю, шел по цепочке. А, возможно, изучил бы и сервис. То есть, а именно, выходим опять на обратную связь клиентов. С теми, кто ваши, крупные, кто покупатели больших пакетов, самые дорогие пакеты, тогда организация обратной связи. Проезд по ним, выяснение удовлетворенности, насколько они довольны, что бы они хотели, что им не нравится, получают ли они предложения конкурентов, что им там нравится, почему они до сих пор от нас не ушли. Кстати, хороший вопрос. Да? Вы получаете предложения конкурентов? Получаем. Если не секрет. Есть любые работники знания и с комплентами. Замечательно. Вас это устраивает? Конечно. Мы понимаем, что это оттянутая какая-то угроза. Конечно. Что мы будем работать одной из двух, да? Да. Но, с другой стороны, если большой штат сотрудников, и в силу привычки, скажем, они привыкли, а вот сотрудники...